Напишите, пожалуйста, что вам хорошо слышно, видно. Отлично. Еще раз всем доброго утра. Ну, у нас еще 11 утра, так что можно сказать утро. Сегодня такой пасмурный день в Москве, поэтому самое благоприятное время для домашних вебинаров. Ну, возможно, кто-то дома просматривает. Меня зовут Наталья Володжанина. Я ветеринарный врач-офтальмолог. У меня стаж работы уже более 10 лет в ветеринарной офтальмологии. И я также являюсь кандидатом биологических наук. То есть, в 2017 году. И я являюсь руководителем отделения офтальмологии, инновационного ветеринарного центра и сети ветеринарных клиник «Свой доктор». Помимо всего прочего, также проявляю ворную деятельность, как научную, так и публичную. Поступаю на различных конференциях и еженого повышения квалификации. Мы проводим и обучающие курсы для будущих ветеринарных врачей-офтальмологов. Ну, и также я являюсь организатором Российско-Американской ветеринарной конференции. Выступала за рубежом с докладами по ветеринарной офтальмологии. Активно занимаюсь научной деятельностью, пишу статьи, изучаю различные заболевания. В частности, меня очень сильно интересует синдром сухого глаза у собак и кошек. Кошек в меньшей степени, больше у собак, конечно же. И очень-очень люблю свою профессию. И наш курс посвящен больше патологиям глазной поверхности. Мы будем с вами достаточно подробно разбирать все аспекты. Сегодняшняя лекция будет посвящена на базе. Это клиническая анатомия роговицы глаза. И, конечно же, на протяжении всего курса мы с вами будем частично к ней возвращаться. И какие-то аспекты, возможно, поднимать заново, что-то заново изучать или повторять. Потому что, конечно же, когда мы будем проходить патологию, нам снова нужно будет с вами вспомнить анатомию. Поэтому я думаю, что после данного курса она навсегда останется с вами и уже точно никуда не уйдет. Итак, с чего же мы начнем? Роговицы глаза. Роговицы глаза. Это, можно сказать, передняя преломляющая часть, которая у нас граничат непосредственно с окружающей средой. Она занимает одну шестую поверхность глазного яблока. Как вы видите, она находится у нас спереди. А далее всю остальную поверхность глазного яблока покрывает склер. Роговица и склера вместе составляют фиброзную оболочку глазного яблока. Роговица у нас прозрачна, склера не прозрачна. И, как я уже сказала, роговица обеспечивает у нас больше оптическую часть, а склера достаточно плотная ткань. Она отвечает за тургор глаза, за его прочность. Склера содержит в себе большее количество эластических волокон и, конечно же, имеет большую плотность, чем роговица. И больше склонна к растяжению. Например, у животных, конечно же, она гораздо эластичнее, чем у людей. И вы видели наверняка животных с бухтальмом, с огромным глазом. и это такой приспособительный, адаптивный момент, склера, то, что в ней достаточно большое количество эластических волокон, она может растягиваться. Соответственно, но, тем не менее, она у нас не прозрачна. Роговица прозрачна, и она является частью преломляющих сред, таких, как передняя камера глада, где у нас находится внутриглазная жидкость, далее идет крусталик, далее идет стекловидное тело, все это преломляющие среды, так же, как и роговицы. Если мы окунемся в эмбриогенет роговицы глаза, то, если в общих чертах говорить, эмбриогенет глаза у нас происходит из образования глазного бокала, он у нас распространяется, образуется собственно сам глазной бокал, потом его стенки друг с другом соприкасаются, образуя сетчатку, сейчас я включу указку, образуя сетчатку и непосредственно зрачок, потом образуется, сначала образуется пигментный слой сетчатки, потом ее непосредственно фоторецепторная часть, затем у нас образуется хрусталик, ну и собственно Если мы говорим о развитии наружных оболочек глаза, то они состоят из двух частей. Это сосудистая часть склера и роговицы. Роговицы и роговицы у нас происходят частично из мезодермы, которая образует снаружи глазной бокал и частично также наружный слой роговицы, эпителий конъюнктивы у нас образуется из эктодермы, которая покрывает непосредственно спереди саму роговицу, верхний слой конъюнктивы и внутреннюю поверхность век. Поэтому важно знать, что роговица имеет достаточно сложную структуру. Это не просто какая-то часть, которая образовалась из какой-то конкретной ткани, да, или из мезодермы, или из эктодермы. Она имеет двойную структуру. И если посмотреть на роговицу, здесь как пример показана схема роговицы глаза человека, здесь находится склера. По периферии роговицы находится лимбальная зона. Мы о нем сейчас более подробно поговорим. И от периферии к центру роговица у нас становится тоньше. И это тоже важно понимать, когда мы занимаемся лечением наших пациентов и говорим о перспективе заживления каких-либо повреждений. Почему? Потому что если у нас, например, повреждение произошло в периферической зоне, где роговицы более толстые, где есть рядом лимбальная зона, где проходит большое количество кровеносных сосудов, то здесь перспектива заживления гораздо выше, чем в центральной зоне. Ну и, конечно же, мы это можем также говорить о именно зрительном качестве, потому что если повреждение находится на периферии, не в зрительной зоне, и если здесь у нас будет рубец, то, соответственно, это гораздо лучше, чем если же рубец будет в центральной зоне. И здесь вы можете видеть на съемке при помощи оптической кокерентной демографии, что действительно по периферии роговица, вот здесь мы видим, гораздо толще, чем в самом центре. Поговорим о строении, гистологическом строении роговицы глаза. Здесь представлена роговица человека. И у человека подразделяют несколько слоев. Это, собственно, поверхностные эпители, передние эпители, потом идет бауминова мембрана, потом идет, собственно, строма, потом идет дециметовая оболочка и задние эпители. Или его еще называют эндотелия. Всего мы насчитали с вами 5 слоев. Но все-таки, что касается эндотелия, по современной гистологической номенклатуре правильно его называть задним эпителием. Мы с вами люди грамотные, поэтому будем говорить задние эпители. Итак, если мы говорим о роговице, там, собаке, кролике, кошке, когда проходило исследование, то визуализировали все-таки не 5, а 4 слоя. Это, собственно, эпители, наружные эпители, да. Далее непосредственно шла строма, потом уже дециметовая мембрана и задние эпители. Очень много происходит споров по поводу бауминовой мембраны, да, которая у нас находится у человека под передними эпители. И все-таки у животных некоторые ученые подразделяют этот слой просто как видоизмененный слой стромы, где более плотно упакованы коллагеновые волокна. Вот если вы посмотрите, здесь вот нету расстояния все-таки между коллагеновыми волокнами. Верхний слой достаточно плотный, и все-таки можно предположить, что здесь есть какой-то подслой. Все-таки обратимся к гистологии, обратимся к тканям и поговорим о том, что каждый эпителий, какой бы он ни был, имеет базальную мембрану. Все эпители имеют базальную мембрану. Это общее свойство эпители. И в любом случае каждый эпители будет на ней лежать, как передний эпители, так и задний эпители. Базальная мембрана заднего эпителия является висциметовая мембрана. Базальная мембрана переднего эпителия тоже является определенный слой, но здесь он не визуализируется, потому что он очень тоненький. И также обратимся к еще одному свойству эпителия. Все эпители гидрофобны, то есть они отталкивают воду. И по сути, мне понравилось одно выражение одного доктора, что роговица глаза – это как бутерброд с двух сторон намазанным маслом. Сверху намазан он наружным эпителием, роговицу намазан, снизу – задним эпителием и посередине – строма. Вот строма роговицы, как мякиш хлеба, как булочка, которая гидрофильна, то есть она может впитывать воду, она такая пористая достаточно, много волокон содержит. А снаружи вот эти два слоя ее защищают. И от этого напрямую будет зависеть наше понимание всей физиологии роговицы глаза, как происходит в нее патология и как происходит ее заживление. Это очень важно понимать, когда вы назначаете ту или иную терапию и когда вы, например, объясняете владельцам, что будет происходить с глазами их животного, когда вы будете его лечить. И поговорим сначала о верхнем слое. Это анатомия переднего эпителия. Передний эпителий у нас состоит из трех основных слоев. Это базальный слой, это слой таких достаточно крупных клеточек, который лежит непосредственно на базальной мембране. Она очень тоненькая и базальный слой является так называемым комбиальным слоем, то есть там содержатся клетки, которые при повреждении начинают дополнительно делиться. И делясь, они перестраиваются в новые клеточки более поверхностных слоев и восполняют целостность эпителия. Вторым слоем у нас является слой шиповатых клеток. Это такие клеточки, которые содержат большое количество шипиков, которые называются полуэсмосомами. Они крепятся непосредственно очень плотно к базальному слою при помощи своих межклеточных контактов и крепляются между собой достаточно хорошо. И самый верхний слой – это поверхностные нерговевающие эпителии. Клеточки поверхностного эпителия при моргании постоянно смущиваются и образуются новые. И, соответственно, эпителий находится в состоянии постоянного динамического равновесия. Мы моргаем, нам попадает постоянно какая-то пыль в глаза, еще что-то. Он регулярно-регулярно обновляется. И сейчас мы поговорим о механизмах обновления, но очень важный слой, не гистологический, но очень важный. Также мы обязаны подразделять. Это слой слезной пленки, которая находится на поверхности самого эпителия. Слезная пленка – это неотъемлемая часть глазной поверхности, неотъемлемая часть глазного яблока. И мы должны это понимать и никогда не должны забывать об этом слое. Мы более подробно дальше поговорим об этом слое, но все-таки, когда мы говорим об анатомии роговицы, мы должны помнить, что у нас находится самым первым слой слезной пленки, а потом уже идет поверхностный эпителий. Поверхностный эпителий, как я уже сказала, очень плотно крепится к строме. И он не может, собственно, от нее отделяться, ни при каких условиях, если не происходят какие-то факторы. Поверхностный эпителий обладает очень важными функциями. В первую очередь, это антимикробная функция. Никакие микробы, естественно, не пройдут сквозь поверхностные эпителии, поскольку он достаточно плотный, поскольку он защищен слезной пленкой. Здесь также огромную роль имеет слеза, поскольку и выделение конъюнктивы, поскольку они содержат слезоцим. И конъюнктива также очень важная структура, которая покрывает глазное яблоко, поскольку когда попадают какие-то инородные агенты, пыль, грязь, все что угодно, на поверхность глазного яблока, слезь, которая находится у нас на поверхности конъюнктивы, она образует такую сеточку, которая сразу же обволакивает все эти инородные тела. И, собственно, при моргании сталкивает их в медиальный угол глаза для того, чтобы они легко эвакуировались. Этот процесс происходит совершенно автономно, и он способствует тому, чтобы наши глаза постоянно находились в охорном состоянии. Также там содержатся лизоцим, который способствует уничтожению различных микробных бактерий. Опять же, поверхностный эпителий за счет того, что он гидрофобен, он обеспечивает прозрачность органицы, но и плюс не за счет того, что он гидрофобен, а за счет того, что он многослойный, плоский и неорогревающий. Эпителий удерживает слезную пленку, и мы более подробно поговорим об этом механизме дальше. Он препятствует проникновению воды в строму, и также он образует барьер, который препятствует росту конъюнктивы на роговицу. Это тоже очень важно понимать. За счет чего? За счет того, что у нас есть определенные структуры, обеспечивающие барьерную функцию. В частности, основной барьерной функцией является зона лимба, которая продуцирует постоянно новые клетки роговицы, новые клетки эпителия роговицы. В зоне лимба у нас находятся определенные структуры, которые не дают прохождению ни кровеносных сосудов, ни эпителия конъюнктивы на поверхность роговицы. Это блокадеры фактора роста эндотелия сосудов, и, собственно, если происходят какие-то очень сильные повреждения, если в роговицу начинают прорастать кровеносные сосуды, это говорит о том, что запустились наоборот факторы роста эндотелия сосудов, и лимбальный барьер частично нарушен. И мы можем видеть вот таких вот пациентов после, например, переболевания герпес-вирусом кожи. Если вы посмотрите, здесь здоровый лимб, он имеет четкий край, здесь мы не видим четкого края, и зато мы видим прорастание тоненьких-тоненьких сосудов в роговицу, и мы видим частичную конъюнктивизацию роговицы. За счет чего? За счет того, что при переболевании герпесом вируса кошек часть стволовых клеток, которые находятся в зоне лимба, они погибают. И эпителий не может делиться нормально, он просто физически не успевает. И его функция утрачивается, из-за чего происходит прорастание сосудов и конъюнктивов. Как мы говорили, поверхностные эпителии конъюнктивы и поверхностные эпителии роговицы, они в принципе родственники. Соответственно, роговица допускает такой момент, чтобы эпителий конъюнктивы заместил ту зону, где не хватает эпителии роговицы, потому что ей дискомфортно без покрытия. Соответственно, эпителий конъюнктивы получает это добро и начинает нарастать на роговицу, тем самым защищая ее. Это определенный защитный механизм, который продуман при синдроме лимбальной недостаточности, который возникает, например, при сильных ожогах или при том же вирусе герпеса куши. Огромную функцию здесь играет зона лимба. И в частности, под эпителием находится так называемая зона, зона полисад-покта. Мы сейчас много сказали о стволовых клетках, и они как раз там и локализуются. Собственно, в зоне полисад-покта мы можем наблюдать такие небольшие выросты, где локализуются, как лакуни, где локализуются стволовые клетки. Они постоянно делятся и способствуют тому, чтобы эпителий роговицы восстанавливался. Но, к сожалению, возникают иногда ситуации, когда это не происходит. Как мы видим, вот здесь вот эти лакуны находятся, и в клеточке эпителий делятся, делятся, делятся. Стволовые клеточки, будущие клетки эпителий. И потом они переходят в состояние кобиальных клеток, передних клеток, самых базовых, которые потихонечку переходят в шиповатые, и из шиповатой потом переходят в плоский клеток. Важность зон полисад-покта и вообще лимбальной зоны была доказана экспериментальным путем, когда удаляли зону лимба или производили ожог зону лимба у экспериментальных животных. И, соответственно, после травмирования данной зоны возникало достаточно, сначала возникал достаточно серьезный рубец, а потом происходила конъюнктивизация роговицы, потому что нормальный эпителий расти не мог. Соответственно, он заменялся эпителием конъюнктива. Также важно знать об эпителии, что он должен плотно соединяться с базальной мембраной, и он должен расти правильно. Если такого не происходит, то мы можем столкнуться с таким явлением, о котором мы будем очень подробно говорить в наших будущих лекциях. Это образование хронической эрозии роговицы. Механизм образования хронической эрозии роговицы заключается в том, что при слущивании эпителия, при образовании какой-либо эрозии, образуется еще до того, как эпителий нарос на поверхность стромы, на самой строне образуется такая геолоидная пластиночка. Что это такое? Она образуется непосредственно клетками стромы. Они вырабатывают аморфное вещество, которое находится вокруг них. И, соответственно, она не дает нормально соединиться клеткам эпителия со стромой, из-за чего эпителий нарастает, но как бы не сцепляется. Поэтому он начинает расти выше, как показано на слайде у нас. Вот здесь. И при любом моргании он снова слущивается и снова образуется эрозия. Данное состояние достаточно болезненное. И, соответственно, необходимо обязательно производить зачистку роговицы для того, чтобы у нас сцепление эпителия с подлежащей стромой происходило хорошо. Но более подробно, конечно же, мы об этом поговорим в лекциях о повреждении роговицы. Строма роговицы. Строма роговицы – это гистологически плотная волокнистая соединительная ткань. И она содержит в себе несколько типов коллагена. В первую очередь первый тип, третий, пятый, шестой. И если мы будем рассматривать тоже патерную мембрану, как у человека, то там находится седьмой тип для того, чтобы эпителий лучше сцеплялся со строма. Это наш мякиш хлебушка. Она гидрофогна, ой, гидрофильна, простите. То есть она достаточно легко впитывает влагу. Соответственно, ей и нужна эта защита в виде двух эпителий. Если вы посмотрите поближе, то вы также сможете увидеть, что здесь верхний слой стромы, он более такой разреженный, что ли. То есть у него есть расстояние между коллагеновыми волокнами, мы можем видеть. Он более такой мягкий, что ли, можно сказать. И нижний слой стромы более плотный. Там более плотно упакованы коллагеновые фибрилы. Сейчас в новой номенклатуре подразделяют эти два слоя. Наружний слой стромы и внутренний слой стромы, поскольку внутренний слой все-таки более плотный. И также важно отметить, что в 2013 году учеными Нотиндинского университета, в частности ученым Харминдером Дюа, был открыт новый слой роговицы, слой Дюа. Опять же, он был открыт у человека. К сожалению, не могу сказать по поводу животных, насколько проводились там исследования. Но дело в том, что этот слой новый. Он располагается на задней поверхности части роговицы, прям под стромой, между стромой и дисцеметовой оболочкой. Собственно, он очень тоненький, но он очень плотный. Они обнаружили этот слой, когда решили происследовать все структуры роговицы и разделяли каждую ее часть с помощью пузырька воздуха. То есть они вводили между слоями пузырьки воздуха и отправляли на гистологию каждый слой, который у них получался разделить. И, собственно, таким образом обнаружили новую структуру, которая гистологически несколько отличалась от стромы и от самой дисцеметовой мембраны. В медицине человека при задней послойной кератопластике возможно данный слой и открытие данного слоя произведет достаточно важное медицинское открытие. И имеет достаточно большое значение, поскольку его наличие обусловливает проблемы, открытие каких-то заболеваний, связанных с нарушением прозрачности самой стромы. Например, когда она отекает. Возможно, это связано с разрушением именно этого слоя, а не только дисцеметовой мембраны и самого эндотелия. Если мы будем дальше говорить о строме, о ее структуре, то мы также должны понимать, что как любая плотная волокнистая соединительная ткань, как любая соединительная ткань, она содержит три основных компонента. Это клетки, это межклеточное вещество, это волокна. Если вы посмотрите здесь, вы можете видеть маленькие такие точечки. Это кератопыты. Они в норме находятся в спящем состоянии. Они находятся между фибрилами стромы и особо не двигаются, только лишь они выработали свое межклеточное вещество, они создали достаточное количество фибрилл, и они спокойно живут в строме, никого не трогают. Но при различных повреждениях, они начинают просыпаться и начинается активное отделение ими того же межклеточного вещества и новых коллагеновых фибрилл. По структуре это, конечно же, фибробласты, фиброциты, фиброкласты, они все там же находятся. И когда происходит, допустим, какой-то воспалительный процесс, повреждение роговицы, фибробласты способны превращаться в миофибробласты. И, конечно же, когда роговицы начинают прорастать кровеносные сосуды. И они с помощью этих кровеносных сосудов устремляются в зону повреждения, и там происходит активный процесс деления нового вещества, появления новых волокон с помощью вот этих вот клеточек. Для того, чтобы восполнить пространство. И в данной зоне образуется рубец. Вот здесь, где много фибробластов, вы видите, да, это участок роговицы. Я взяла из своих собственных препаратов в зоне непосредственно рубца. То есть вот таким образом они располагаются в зоне рубца. В норме они, конечно же, достаточно разрежены и находятся достаточно далеко друг от друга. Кератоциты тоже имеют достаточно большое значение. Во-первых, как я уже сказала, они синтезируют стромальные коллагеновые волокна. Они содержат сульфат кератина. Это структура, которая поддерживает гидротацию стромы. Они также синтезируют кристаллины. Это специальные такие молекулы, которые обеспечивают тоже прозрачность роговицы. И помимо всего ее антиоксидантную защиту. Антиоксидантный баланс в строме очень важен. Кератоциты также превращают проэнзимный плазминоген в ангиостатин. Это один из факторов, который может быть связан с механизмом ограничения воскулиризации роговицы. То есть, грубо говоря, фактор, который блокирует прорастание новых сосудов в строму роговицы. Собственно, благодаря этому она у нас и бессосудистая. Помимо всего прочего, здоровые роговицы, они находятся в состоянии покоя, как я уже сказала. И еще один важный фактор. В некоторых случаях, когда роговица повреждается, кератоциты иногда включают запрограммированную гибель и происходит их апоптос. Также кератоциты продуцируют супероксид, который, в свою очередь, влияет на антиоксидантный статус роговицы. И, опять же, при каких-то нарушениях ее целостности, при нарушении баланса в строме роговицы, супероксид может влиять на отечность роговицы и на высвобождение матричных металлопротеин. Клиническое значение коллагеновых фибрил тоже нельзя упускать из виду. Коллагеновые фибрилы располагаются в определенном порядке. Строма – это очень упорядоченная структура. Ну, вообще, в принципе, наш организм, можно сказать, совершенен. Клетки и ткани, они находятся постоянно в каком-то прекрасном балансе. То есть, если вы посмотрите на данные схемы, здесь показано, как располагаются между собой коллагеновые фибрилы. То есть, у них достаточно правильное расположение. Они как вот эти вот пластиночки, наложены друг на друга. Они ориентированы в основном горизонтально и вертикально под углами 90 и 180 градусов. И определяют кривизну и прозрачность, за исключением зоны лимба. Там они более хаотично, ну, как не хаотично, а более беспорядочно расположены. И поэтому там более плотные роговицы и менее прозрачные. Они обеспечивают также правильное проникновение света через роговицу. И также способствуют прочности и растяжению роговицы в каких-либо случаях. То есть, роговица, в принципе, тоже может растягиваться. И отчасти там тоже содержатся еще и эластические волокна, но их гораздо меньшее количество. И так как коллагеновые фибрилы вырабатываются непосредственно клетками роговицы, то за счет них и происходит восстановление стромы роговицы. То есть, если у нас глубокая язва у пациента, туда прибегают кератоциты, они начинают активно вырабатывать волокна. Волокна вырабатываются и, соответственно, восполняют толщину роговицы для того, чтобы она стала такой же прочной, как и была. Как мы уже сказали, строма роговицы гидрофильна. И ее от проникновения жидкости защищают наши эпители. Поверхностные эпители и внутренние эпители. Если строма начинает набирать жидкость, например, мы взяли и убрали эпители. Например, у пациента эрозия роговицы. Эпители отсутствуют, как вот здесь, на данной гиптологической картинке. Это тоже все мои картинки. Соответственно, здесь вы видите, какое состояние строма. Она набрала в себя жидкость. Вот эти вот белые прожилки, это все между волокнами роговицы находится жидкость. Соответственно, при отсутствии эпители у нас роговица имеет вот такую структуру. Расстояние между волокнами увеличивается. Прохождение света через роговицу ухудшается. И, соответственно, она становится непрозрачной. Вот, например, такое состояние. Эрозия роговицы у собаки. Это вот то же самое, что здесь. В норме, конечно же, она должна содержать жидкость. Но там жидкость находится в определенном балансе, помогая поддерживать вот такую структуру, как здесь. Поэтому при отсутствии эпителия, когда у нас попадает жидкость извне на строму роговицы и вовнутрь нее, то, соответственно, роговица нет ней. Это может быть также обусловлено, ну не обусловлено, так могут объясняться всякие состояния роговицы. Например, когда у пациента была эрозия роговицы и длительное время вы ее лечили, но когда была эрозия, глаз был прозрачный. Она потихонечку заживает, 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 но зона, где была эрозия, она уже не красится плюорисцином, но она мутная. И владельцы вас спрашивают, а почему же здесь роговица-то помутнела? Такого не было, когда была эрозия. Это объясняется тем, что стромок себя набрала жидкость, и пока она полностью не покроется эпителия, и пока не пройдет какое-то время, когда она дегидратируется, когда не придет состояние стромы в баланс, она не станет полностью прозрачной. То есть очень важно объяснять, что так как у нас отсутствовал эпителий роговицы, так как строма гидрофильна, туда попала жидкость, она как губка в себя ее набрала, и сейчас она не прозрачна. Нужно какое-то время, чтобы отек ушел. То же самое происходит, когда, например, у нас происходят какие-то повреждения эндотелия. Но сейчас мы об этом тоже поговорим. Дециметра мембрана – это задняя пограничная мембрана, как и базальная мембрана переднего эпителия. Бециметра мембрана, она синтезируется клетками заднего эпителия. Считается задней пограничной мембраной и базальной мембраной заднего эпителия. Она состоит из плотно упакованных также коллагеновых волокон. Ее толщина где-то около 10 микрон. Она очень плотная и она гидрофобная. То есть она не впитывает жидкость. И также она не окрашивается флюорисцином натрия. Мы, когда к нам приходит пациент с предположительно повреждением роговицы, смотрим и всегда окрашиваем роговицу флюорисцином. И мы можем видеть подобные картины. Например, здесь молодое животное. И роговица окрашена флюорисцином в виде такого бублика. Мы можем предполагать, что здесь у нас то состояние, которое называется десциметоцель. Десциметоцель – это состояние, когда роговица у нас повреждена до последнего слоя, практически до десциметовой мембраны. И у молодых животных десциметовая мембрана слегка в виде пузырька вытягивается вперед. Вот здесь не очень хорошо видно, но видно такие отражения. То есть она как пузыречек выпячивается за счет того, что сзади ее поддавливает внутриглазная жидкость. Она достаточно эластична у молодых животных и может вот так вот чуть-чуть выходить. Бывают ситуации, когда, например, вы длительное время занимаетесь лечением пациента, лечите, 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 лечите. Каждый раз вам приходится повторный осмотр, вы окрашиваете роговицу плюоресцелом. И вдруг она красится, перестала. Но роговица в этой зоне тонкая. И достаточно часто встречаются ситуации, когда, да, роговица не красится, все хорошо, но на самом деле это уже состояние, которое называется десциметоцели и подлежит хирургии. Почему? Потому что здесь роговица, как я уже сказала, до последнего слоя, ее толщина отсутствует и в таком случае необходимо восполнить ее толщину, потому что иначе вы можете получить прободение роговицы. В данном случае животное пожилое, и у пожилых животных роговица уже не такая эластичная, и десциметовая мембрана, соответственно, тоже. И она уже не будет в виде пузырька выпячиваться, а будет в виде такой пластиночки визуализироваться. То есть здесь глаз пока не вытекает, но тем не менее находится в состоянии преддырки. Очень важно понимать, что в данном и в данном состоянии десциметовая мембрана играет огромнейшую роль, потому что здесь и здесь пока не вытекает внутриглазная жидкость, пока еще глаз в турбуре, в тонусе, и вы еще успеете его прооперировать и сохранить десциметовую мембрану. Очень важно сохранить десциметовую мембрану во время любой хирургии, потому что она отчасти отвечает за прозрачность роговицы, нашей собственной роговицы, роговицы наших пациентов. Ведь мы должны помнить, что на ее внутренней поверхности находятся клеточки заднего эпителия, клеточки эндотелия. Она их удерживает. И если у кролика они восстанавливаются, то у человека, у собачки, у кошечки их восстановление с возрастом практически невозможно. Они практически не делятся. И они находятся в состоянии аметоза. То есть, если у нас произойдет прободение роговицы, и вы вот эту вот всю зону вырежете, и сделаете здесь какой-нибудь непрозрачный трансплантат, какой-нибудь биотрансплантат, а не свежую роговицу, то, скорее всего, данная зона не будет прозрачной. И у вас будет вот такой вот огромный роговицы. Также очень важно понимать, что при пересадке роговицы мы не должны нарушать десциметовую мембрану. И если вы все-таки пересадку делаете, то есть у вас там разрушена, допустим, десциметовая мембрана, то очень важно сопоставить края раны, края трансплантации, поскольку иногда задний эпицелий может начать расти неправильно. Или же он не распределится правильно. То есть у вас будет такой достаточно грубый-грубый рубец, если у вас свежая роговица. И сама десциметовая мембрана тоже будет в виде такой бабочки внутри находиться. И если также вы правильно края не распределите, то также верхний эпицелий может начать расти вовнутрь. Может начать расти во внутренней поверхности роговицы в реалгоридокорнеальный угол. И это может привести к вторичной глаукоме. И это серьезно, и, к сожалению, частое осложнение после кератопластики. Поэтому достаточно важно сопоставлять края, зон трансплантации и зону самой десциметовой мембраны, потому что мы делаем достаточно тяжелую операцию, все-таки оптико-реконструктивную, чтобы животное видело в дальнейшем. И мы должны предупредить все осложнения, которые могут произойти. Мы перешли к заднему эпителию. Вот он лежит на поверхности десциметовой мембраны. Это маленькие клеточки, такой шестиугольной формы. Они имеют между собой достаточно плотные межклеточные контакты. Они появились у нас в эмбриональном периоде. Они выработали свою базальную мембрану, десциметовую мембрану. И они сидят и поддерживают баланс жидкости в строне. И защищают ее от проникновения каких-либо факторов, допустим, с передней камеры глаз. Вот таким образом он выглядит при электронной микроскопе. Это было постоянно указано включить. Соответственно, если происходит, например, буфтальм, и роговица растягивается, то расстояние между данными клеточками увеличивается. Соответственно, они не могут уже удерживать тот баланс, который они удерживают, когда они находятся плотно друг к другу. И поэтому жидкость проникает в строму роговицу. Несмотря на то, что даже десциметовая мембрана у нас тут находится, она тоже, несмотря на то, что эластичная, она все-таки не железная, и она тоже способна при сильном растяжении или при повреждении пропускать жидкость. Соответственно, происходит отек строма. То есть наш внутренний слой масла тоже разрушает. Такое состояние может происходить при глаукоме, например, как у данного пациента здесь на фотографии. Здесь мы также можем видеть так называемые стрихаба. Это разрывы, десциметовые оболочки. Собственно, когда происходит такое состояние, растягивание роговицы, растягивание задних ее слоев, происходит проникновение жидкости в строму, роговица отекает. Бывает и врожденная недостаточность. Отеки также могут происходить с лекцией увита, нарушение обмена веществ и при повреждениях роговицы различных. Например, после пакоэмульсификации, когда происходит достаточно сильное воздействие жидкости изнутри. Или, например, токсическое воздействие каких-либо веществ, которые вы вводите в переднюю камеру глаза. Также происходит разрушение, вымывание заднего эпителия и проникновение жидкости в строму, отек стромы, который не всегда возможен даже купил. Поэтому, если вы проводите какие-либо операции, связанные с роговицей или манипуляцией, которые могут повлиять на заднюю поверхность роговицы, пожалуйста, помните о заднем эпителии и старайтесь минимально на него воздействовать. Очень важно помнить о метаболизме роговицы. За метаболизм роговицы у нас отвечают ряд факторов. В частности, за ее питание отвечают три основные структуры. Так как роговицы все-таки бессосудистые, мы понимаем, что все органы и ткани, большинство питаются за счет кровеносных сосудов. А в роговице кровеносных сосудов нет. И как же происходит поступление питательных веществ в нее? Потому что все клетки, все волокна должны получать питательные вещества для того, чтобы правильно существовать. Соответственно, питание роговицы происходит за счет слезной жидкости, которая постоянно находится на ее поверхности, за счет перлимбальной петлистой сети сосудов, также в роговицу поступают питательные вещества, и за счет внутриглазной жидкости. И здесь, и здесь у нас находится достаточно приличное количество гиалуроновой кислоты, которая обеспечивает питание роговицы, плюс поступление кислорода. Очень важен баланс кислорода в тканях и клетках для того, чтобы они поддерживали свой гомеостат. Соответственно, при нарушении любой из этих структур может произойти дисбаланс, гомеостат нарушится и роговица потеряет свою прозрачность. А ее основной функцией все-таки является прозрачность. Поэтому мы обязаны ее обеспечивать и понимать, за счет каких факторов данная прозрачность могла нарушиться, и как мы можем это восстановить. Метаболизм роговицы имеет очень важное значение. И большое значение мы должны уделить слезной пленке. Слезная пленка, я обещала вам про нее рассказать, так вот, это структура, которая находится на поверхности эпицелия. Она состоит по старой номенклатуре, и многие такие старые офтальмологи любят именно ее, то, что она состоит из трех слоев. Это муциновый слой, это водный слой, и это липидный слой. На самом деле, структура посложнее немножко. Все-таки муциновый слой достаточно сильно смешивается с водным слоем, и их называют муциново-водным слоем. Их достаточно часто объединяют в одно целое. Муциновый слой вырабатывается бокаловидными клетками конъюнктивы, и он у нас гидрофилим. Что это значит? Так просто слезная пленка не может держаться на поверхности эпицелия, потому что эпицелий гидрофобин, как мы с вами уже узнали. Соответственно, для того, чтобы роговица постоянно поддерживалась в своем балансе, для того, чтобы она всегда была влажная, нужно, чтобы была какая-то структура, которая поможет удерживать жидкости на ее поверхности. Для этого природа придумала муциновый слой. Это слой гликопротеинов, который выделяется клетками конъюнктивы. Он у нас находится на поверхности роговицы, достаточно плотно сцепляется с клетками эпицелия, и, соответственно, уже к муциновому слою могут присоединяться молекулы воды. И таким образом муциновый слой удерживает воду на поверхности роговицы. Именно водная часть вырабатывается слезными железами. Это основная слезная железа и добавочная слезная железа. О слезных железах мы с вами более подробно поговорим на занятии о синдроме скулогла. И они объединяются, эти два слоя, муциновый водный слой, поддерживая водянистый баланс слезный пленыш. Но как же вода держится на поверхности? Если она просто будет находиться на поверхности роговицы, она будет постоянно скатываться. Для этого природа придумала липидный слой. Это слой, который вырабатывается железами век. Это у нас мейбомиевы железы, но и также там находятся железы цейса и моля, которые вырабатывают такую маслянистую структуру. И, соответственно, вообще липидный слой подразделяют на три слоя липидов. Представляете, целых три слоя поверхности, средний и внутренний слой. Внутренний слой помогает удерживать саму воду, средний слой помогает удерживать внутренний слой, и верхний слой это все сверху закрепляет. И, соответственно, в таком балансе, именно гликопротеиново, водно-жировом, у нас слезная пленка держится на поверхности роговицы. И в норме, если вы окрашиваете, например, роговицу флюоресцином, и не смываете достаточно сильно, а так слегка, то вы можете посмотреть и увидеть такие разводы маслянистые, как, например, письмо от бензина на лужах. Это нормальное состояние слезной пленки. Если оно нарушается, то могут возникать любые проблемы с роговицей, которых у наших пациентов полно, они встречаются практически на каждом приеме офтальмолога. Из-за чего же они возникают? Ну, во-первых, факторы. Мы должны обратиться к факторам, которые обеспечивают правильное расположение и состав слезной пленки. Первое – это целостность поверхностного эпицелия роговицы. Если эпителий будет нарушен, к чему будет цепляться слезная пленка? Ни к чему. Она не будет цепляться все-таки к строме. У нас муциновый слой не сможет нормально поддерживать баланс, и, соответственно, слеза будет только мешать и раздражать. Это выглядит таким образом. Целостность поверхностного эпителия роговица у нас нарушается, и слезная пленка находится только в той зоне, где есть эпителий. Где его нет, слезной пленки нет. И по логике вещей, если происходят какие-либо повреждения роговицы, она в этой зоне не увлажняется нормально. Допустим, у животного нормальная слезопродукция, она получила по какой-либо причине травму, как данная собачка получила ирон. Роговица все равно будет пересыхать. Поэтому достаточно часто мы назначаем лубриканты для того, чтобы у нас пациент чувствовал себя более комфортно. И плюс даже после заживления. На этом месте достаточно часто образуется разрыв слезной пленки. Поэтому после подобных повреждений эпителия мы должны назначать увлажняющие препараты, которые будут обеспечивать ее восстановление и ее баланс до того, пока она не станет полноценной. Потому что здесь она будет очень тоненькая после заживления, и, конечно же, это может привести к качественному синдрому сухого глаза. Это важно помнить, когда мы занимаемся лечением вот подобных ситуаций. Следующий фактор – это правильная работа конъюнктивальных бакалавидных клеток. Конъюнктивальные бакалавидные клетки у нас вырабатывают муцины, которые, соответственно, помогают удерживаться на поверхности слезной пленки жидкости. И данные бакалавидные клетки, они, в принципе, у нас находятся по всему организму. Они не какие-то там супер уникальные, просто имеют свои индивидуальные особенности. Во всех эпителиях практически они есть. Вот в кишечнике, например, они имеют вот такую вот вытянутую форму. В роговице же они более квадратные, более такие, даже округлые, я бы сказала. Соответственно, если происходит их разрушение, у нас нарушается выработка муцинового слоя. Водный сло ни на чем не держится. Слеза просто скатывается с поверхности роговицы вместе с жировым составляющим в верхней части слезной пленки. И, опять же, это может привести к нарушению целостности эпителия. И в каких ситуациях могут разрушиться бакалавидные клетки? Например, вот такая ситуация. Котенок с герпесвирусом. Герпесвирус у нас поражает эпителиальные клетки. И, в частности, бакалавидные клетки являются частью эпителия. И в данном случае они тоже могут разрушиться под воздействием вируса и каких-то его вторичных факторов. Соответственно, у таких пациентов мы часто можем встречать вторичный синдром сухого глаза после переболевания данным заболеванием. Даже если данной болезнью. Даже если прошло уже достаточно много времени. И пациент не имел каких-либо проблем. Потом у него раз, эрозия роговицы возникла. На фоне полного здоровья. У него нет признаков респираторной инфекции. Он себя прекрасно чувствует. Ну, вот эрозия. И мы понимаем, что окрашивая, допустим, тем же флюоресцином, достаточно часто у нас окрашиваются некротические участки роговицы, ой, роговицы, извините, конъюнктивы, или розовым бенгальским. И мы спрашиваем владельцев, не болело ли животное, допустим, вирусным риндрохиитом. Они говорят, ой, да, там он год назад болел. И мы можем понимать, что часть клеток у него разрушена, потому что там находится рубцовая ткань. И из-за недостатка этих клеток у нас происходит качественный синдром пускового глаза, и возникает, допустим, эрозия роговицы. То же самое бывает у собак после каких-то хронических длительных конъюнктивитов. Это могут быть аллергические конъюнктивиты, это могут быть ожоги конъюнктивы, это могут быть какие-то операции в области конъюнктивы. Что угодно, что может привести к хроническому воспалению некрозу клеток. То есть очень важно собирать анализ и искать факторы, которые могут привести к подобным изменениям. Следующий фактор – это правильная работа мейбомиевых желез. Здесь мы уже подобрались к верхнему слою, это липидный слой, да. И, соответственно, когда у нас нарушаются мейбомиевые железы? Это различные блефориты, это серьезные реконструктивные операции на веках, такая тяжелая блефоропластика, сложная блефоропластика. Это, например, электроэпиляция ресниц или криоэпиляция ресниц. И вот похожий пациент с хроническим очень сильным блефоритом и синдромом сухого глаза. После переболевания очень сильным блефоритом, синдромом сухого глаза вот так вот легко пыли. Потому что у нас верхняя часть слезной пленки нормально не вырабатывает. Слеза у животного просто скатывается с поверхности роговицы. То есть, в принципе, у него даже иногда нормальная слезопродукция по тесту Ширмера. Но слеза на поверхности совершенно не удерживается. Она просто самотеком течет и никак роговицу не увлажняет, из-за чего возникает кератит, из-за чего может возникнуть даже пигментозный кератит. Животные могут жить с нарушенным зрением, но при этом даже иметь нормальную слезопродукцию. Следующий фактор – это правильная слезопродукция. Как мы знаем, слеза у нас продуцируется основной слезной железой, которая находится дорсо-латерально над глазным яблоком непосредственно. Она также у нас вырабатывается добавочной слезной железой, которая у нас находится с внутренней стороны третьего века, бодзеобразным хрящом. Она вырабатывается, омывает глазное яблоко, удерживается на глазной поверхности и при моргании через слезные точки уходит из конъюнктивальной полости в сно. При каких-либо повреждениях слезной железы, аутоиммунных заболеваниях, хронических конъюнктивитах, врожденной недостаточности, выработка водной части слезы нарушается. И, соответственно, при таком состоянии у нас не образуется никакой, в принципе, слезной пленки, потому что нету и слезы. И может дойти вот до такого состояния, как вы видите на данной фотографии. Есть несколько вариантов исправления данной ситуации. Об этом мы тоже поговорим на нашей лекции по синдрому сухого глаза. Но важно помнить, что, да, водная часть слезы, она крайне важна, потому что без нее, в принципе, слезной пленки быть не может. Правильное положение века и их закрытия. Обеспечивать правильное распределение слезной пленки нам помогают веки. Когда мы моргаем, у нас слезная пленка правильно распределяется. У нас происходит сокращение вот этих вот липидных желез. Также бакалоринные клетки постоянно вырабатывают муцин и восстанавливаются все ее слои. Но если с веками есть проблема, например, вот такой глаз. У моего пациента мастин в неополита. Здесь вообще что-то непонятное. Такой глаз еще называют иногда Diamond Tie. Бриллиантовый глаз. Совершенно непонятная структура век. Но, в принципе, видите, напоминает, как изображают бриллиант. Да, вот такой вот ромбик. То есть здесь кругом заломы. Эктропио, энтропио. Когда пациент моргает, у него слезная пленка нормально не может образовываться. Из-за чего возникают самые разные проблемы с роговицей. И качественный синдром сухого глаза. Может быть, из-за хронического воспаления потом и количественный. И эрозии, и язвы. Вот здесь вы видите у пациента старый-старый стромальный отек. К сожалению, там уже и причину-то найти сложно, когда он появился и из-за чего. Потому что пациент в этом состоянии уже года два находится. И вот такие пациенты, как вот этот вот маленький пекинэ. Один глазик, как видите, у нее уже удален. И наша цель сейчас восстановить или попытаться профилактировать изменения со вторым глазом. А какие же у нее могут быть изменения со вторым глазом? Подумайте, пожалуйста. Можете, ну, пока так написать, может быть, в чате, какие могут быть изменения. Мы можем видеть, что у данной породы достаточно сильно выражен брахицефалический синдром. Пока она маленькая, мы это не так видим, но когда она вырастет, конечно же, ей придется достаточно тяжело. У нее маленький-маленький носик. Конечно, бывает-то хуже, но все же. У нее достаточно сильный экзофтальм. И у нее присутствует влаговстан. То есть данный пациент не моргает до конца. Когда она моргает, она смыкает веки только наполовину. И поэтому у нее в двухвесячном возрасте уже наполовину роговицы образовался пигментный кератик. Почему? Потому что, конечно же, в этой зоне происходит пересыхание роговицы. Слезной пленки здесь нормальной нет. Вы даже можете видеть, вот здесь вот ниже она такая глянцевая, а здесь она уже матовостью отдает. Видите? И вот эти вот отражения, они неровные. То есть они должны быть в виде правильных таких прямоугольников. Мы о них поговорим на лекции по диагностике. А здесь, видите, он такой шероховат. То есть в этой зоне роговица у нас матовая. В этой зоне нормальной слезной пленки нет. И, соответственно, происходит хронический воспалительный процесс и вторичный пигментозный кератик. Уже до середины роговицы у нас эпители покрыты пигментом. И, к сожалению, в ближайшем будущем он закроет ее, возможно, полностью. И здесь мы должны обязательно профилактировать пересыхание роговицы. Мы должны помочь этому пациенту и предупредить владельцев о том, что роговица должна быть постоянно увлажнена всю дальнейшую жизнь данной собаки. И если этого не будет происходить, то в ближайшее время ее зрение значительно снизится. А годам к трем она может вообще ослепить, если не раньше. Соответственно, здесь мы должны по возможности большое количество увлажняющих препаратов применять. Возможно, даже применение препаратов, которые содержат липиды, например, какая-нибудь жирная мать с витаминами, глазная, естественно. И также такого пациента возможно порекомендовать ушивание глазной щели для того, чтобы веки смыкались до конца и, соответственно, слезная пленка сама как-то устанавливалась. Следующий фактор – это функциональность слезных точек. Конечно, иногда при синдроме сухого глаза, когда у нас есть какое-то количество слезы, но слезная пленка недостаточно хорошо образуется, есть такой метод, как ушивание слезных точек, то есть слезные точки перекрывают, либо ставят туда какие-то пробочки, либо ушивают, слеза накапливаются в конъюнктивальной полости, слезный мениск увеличивается и таким образом глаз лучше увлажняется. Но здесь есть и вторая плохая сторона, когда слезы слишком много, когда она образует такое озеро и нарушается ее отток, это также неблагоприятно влияет на слезную пленку, потому что липидный слой не может удерживаться достаточно хорошо, и слезная пленка может банально смываться собственной слезной жидкостью. Например, вот у таких пациентов, у которых есть нарушение носу слезного канала достаточно длительное время. Мы видим, что здесь стоит такое слезное озерцо, да, на поверхности роговицы увеличенный слезный мениск, видите, вот, а здесь все нормально. И, соответственно, вот в таком состоянии тоже плохо находиться. Необходимо улучшать выделение слезы, чтобы не происходила дисфункция слезной пленки. Функциональность слезных точек тоже должна быть в балансе у здоровых пациентов. Отсутствие неправильно растущих ресниц и неправильный рост волос тоже является фактором, обеспечивающим правильное расположение и состав слезной пленки, видите, правильный рост волос, правильный. И здесь мы вернемся к нашему вот пациенту, который был несколько слайдов назад, с эрозией роговицы, помните? И, пригодитесь, от чего возникла данная эрозия? Вот, это неправильно растущая ресница, и она растет прямо в сторону глазного яблока, травмирует поверхность роговицы и, соответственно, вызывает появление эрозии. Конечно же, при таких патологиях у нас не может нормальная слезная пленка образовываться, потому что она постоянно разрушается этими же ресницами, они по ней чертят, и она не находится в своем балансе. И вот такие принцессы маленькие, у которых постоянно волосы лезут в глаза, конечно же, у них тоже не будет нормального распределения слезной пленки, потому что, когда на поверхности глаза постоянно находится инородное тело, в частности, волн, слезная пленка не будет нормально держаться на поверхности, и она тоже постепенно будет уходить, и это приведет к синдрому склоглаза. Вот у данного пациента, кстати, синдром склоглаза. Пока сложно сказать, это возникло из-за неправильно растущих волос или нет, но, тем не менее, вот такого тоже быть не должно. Итак, мы рассмотрели факторы, которые влияют на слезную пленку, и если вы посмотрите, например, у таких пациентов, у которых нарушена слезная пленка, у них роговица будет окрашиваться. Это не будет окрашивание как при эрозии или как при язве роговицы. Просто часть роговицы, где она не имеет слезной пленки, будет удерживать частично флюористы. Такого быть не должно в норме. То есть, данное состояние нельзя назвать эрозией, но, тем не менее, это состояние патологическое, и с этим нужно бороться. Нужно стараться восстановить слезную пленку и попытаться всеми силами ее удержать на поверхности роговицы, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо осложнений. Также мы проводим различные тесты, пробу Норна на определение скорости развива слезной пленки, но об этом мы поговорим в лекции о диагностике, соответственно. Иннервация роговицы. Роговица у нас иннервируется достаточно сильно, поскольку это одна из самых таких чувствительных структур. И если происходит нарушение ее иннервации, то, соответственно, вы можете видеть, вы можете легко проверить эту иннервацию, например, при помощи ватной палочки. Мы раскручиваем ватную палочку, раскручиваем вот этот вот ворс и прикасаемся к поверхности роговицы. И если животное не моргает, когда вы касаетесь палочкой центральной зоны, это говорит о том, что вероятнее всего у данного пациента иннервация нарушена. И иннервация роговицы происходит за счет трех основных, за счет трех основных структур. Это с помощью трофических волокон, это ветви тройничного и лицевого нервов. Чувствительность роговицы. За чувствительность роговицы отвечают у нас ресничные нервы. И они же обеспечивают высокую тактильную чувствительность. И если происходит их нарушение, то, соответственно, животное не будет чувствовать той боли и, возможно, не будет нормально, той боли при касании и не будет нормально моргать. И также есть вегетативная, чувствительность симпатическая, парасимпатическая, дает нам быстрый ответ, когда надо редко зажмурить глаз при какой-либо боли. Нервные волокна входят в роговицу в области 12 часов и 15 часов на расстоянии около 4-5 мм от зоны лимба, в области строма. Поэтому данную зону не рекомендуется травмировать, как-то, например, когда вы протезируете глазное яблоко, не рекомендуется как-то ее трогать или после операции на гмуукоме, потому что, возможно, нарушение трофической иннервации роговицы и в дальнейшем образование каких-либо трофических эрозий, язв и так далее. То есть очень важно понимать анатомически, где располагаются те или иные нервные волокна, для того, чтобы избежать в дальнейшем их повреждений. Регенерация роговицы. Мы более подробно ее рассмотрим на лекции по патологиям роговицы, по повреждениям, но хотелось бы затронуть сосудистый и бессосудистый тип регенерации. Сосудистый тип регенерации характерен для более глубоких повреждений роговицы, для стромальных повреждений, когда у нас достаточно долго уже идет заживление, и в таком случае кровеносные сосуды привлекаются к делу и начинают прорастать через лип, соответственно, в толщу строма роговицы и устремляться к повреждению. Там начинают свою работу миофибробласты, достаточно активно образуя рубцовую ткань. Бессосудистый тип заживления чаще наблюдаются при более поверхностных повреждениях, бывает и при глубоких, но тем не менее, все-таки чаще при поверхностных. И, например, мы это можем видеть у пациентов с эрозиями роговицы, когда мы не видим в роговице ни единого сосуда, когда происходит заживление просто за счет деления эпителиальных клеток. Когда происходит глубокое повреждение роговицы и прорастание в нее кровеносных сосудов, мы должны подумать о том, нужны нам эти сосуды там или нет. Мы хотим достаточно грубый, массивный фиброваскулярный рубец или же прозрачную такую роговицу. Давайте подумаем, все-таки кровеносные сосуды в роговице – это хорошо или плохо? В норме роговица не содержит кровеносных сосудов, соответственно, морфологически это неправильно. Плюсы – это, конечно, гарантия заживления, но тут тоже вопрос. При хронических эрозиях в роговицу может проникнуть огромное количество кровеносных сосудов, но тем не менее, так как причина у нас не устраняется, ну, например, лечения правильного до того, как пациент к вам пришел, не было. Соответственно, сосудов может быть очень много, но эрозия роговицы может сохраняться. Поступление питательных веществ в зону поражения. И да, это совершенно верно. Роговица будет заживать гораздо быстрее при наличии кровеносных сосудов. И также формируется сосудистый рубец в зоне повреждения гораздо быстрее, чем без сосудов. В качестве минусов мы рассматриваем нарушение прозрачности роговицы, изменение внешнего вида глаза за счет этого. У наших пациентов, конечно, возможно, эстетические факторы не так сильно влияют на их состояние. Но тем не менее, если у вас, у пациента в центре роговицы находится грубый фиброваскулярный рубец, то, конечно, лучше заняться каким-то образом с помощью медикаментов, его рассасыванием, его нивелированием для того, чтобы роговица в данной зоне стала более прозрачной. Все-таки, если затронута оптическая зона, лучше, чтобы там сосудов не было. Если это периферия, то бог с ними, пусть хорошо прорастут и поспособствуют более быстрому заживлению. Факторы, влияющие на регенерацию роговицы. Это, конечно же, нарушение питания роговицы. Мы сейчас это достаточно подробно с вами разобрали. Это плохая слезная пленка. Это внутриглазное воспаление. Достаточно часто мы можем встречать кератиты при убитых хронических. Это недостаточность эндотелия. Тоже влияет на питание роговицы. Нарушение иннервации, как мы уже с вами определили. Механические причины. Это патология строения морды, патология век, неправильный рост ресниц и волос, они также влияют на регенерацию роговицы. Если у пациента есть какое-либо из этих нарушений или анатомических особенностей, то, конечно же, с этим нужно что-то делать. Потому что иначе роговица не будет нормально заживать, и вы можете прийти к хроническому патологическому процессу, что не очень хорошо. Лимбальная недостаточность, как следствие, например, ожогов или наиболее часто герпес вируса у кошек. И хитрогенный фактор. Это, например, длительное применение стероидных, нестероидных противовоспалительных препаратов и консервантов. Во многих каплях, даже во многих увлажняющих препаратах содержится консерванция. Поэтому мы должны обязательно учитывать состав всех препаратов и стараться избегать длительного применения препаратов с консервантами, потому что они способствуют разрушению поверхностного эпителия и нарушению эпителизации роговица. Также некоторые антибиотики, например, табромицин, могут частично влиять на эпителизацию. Поэтому длительное применение данных препаратов должно быть со сторонностью и обязательно под контролем, под биомикроскопией и проведением флюоресцинового теста обязательно. Почему важно знать, как заживает роговица? Здесь на фотографиях один и тот же пациент. У данного пациента была обширная эрозия роговицы. Она поступила просто без эпителия на головной поверхности, соответственно, без нормальной слезной пленки тоже, потому что в одной клинике у нее была просто проведена операция по поводу удаления матки, насколько я помню. У нее был уже сепсис, там был гнойный эндометрит и, возможно, пациент был с открытыми глазами, а, возможно, просто какие-то факторы повлияли на то, что у нее просто слез весь эпителий с поверхности роговицы. В начале у пациента была сильная-сильная боль и она просто не давала посмотреть нормальной глазами. Соответственно, когда она пришла на прием, роговица у нее пока была прозрачная. Это было где-то на следующий день после операции, но, тем не менее, она полностью окрашивалась флюоресцин. Вот вся-вся-вся вот эта поверхность. Соответственно, когда мы начали активное лечение с применением антибиотиков, увлажняющих препаратов, у нее пошло заживление. Но важно понимать, что эпителизация происходит от периферии к центру. И это не происходит очень быстро, тем более у пациента, который... Тем более у пациента, который имеет достаточно серьезные еще и системные проблемы. И, соответственно, данный пациент получил через какое-то время сильнейший отек организма. И она даже перестала видеть из-за этого отека. Почему? Потому что, конечно же, за время, пока у нас начинал расти эпителий, строма набрала в себя жидкость и стала непрозрачной. После того, как роговица полностью покрылась эпителиями и перестала окрашиваться флюоресцином, отек все еще достаточно сильно сохранялся. И невозможно было уже общаться, честно говоря, с владельцами, потому что они были возмущены тем, что собака все еще не видит, из-за того, что... Ну, не видит нормально, из-за того, что у нее такой сильный отек. То есть, понимаете, да? Верхний слой отсутствовал, роговица набрала жидкость, строма роговицы набрала жидкости, она заросла обратно эпителиям, а жидкость все еще строма сохраняла. И ситуация казалась уже безвыходной для владельцев, поскольку им казалось, что так останется навсегда. В роговицу по периферии у нас прорастали кровеносные сосуды. И если вы увидите, то на периферии она становилась более прозрачной. Соответственно, нашей целью было просто выждеть время. И когда эти кровеносные сосуды у нас доросли практически до центра, то отек строма у нас полностью ушел. После того, как отек стром полностью ушел, без каких-либо дополнительных препаратов, сосуды у нас снова пропали, роговица стала прозрачной, и спустя где-то 4 недели после начала лечения мы получили вот такой вот результат. То есть эпителия роговицы полностью восстановился, но центрально мы наблюдали небольшой фиброз, потому что, конечно же, эта зона достаточно долго заживала, пока у нее была эрозия. Соответственно, о чем это говорит? О том, что нужно просто дать время организму восстановиться, но с нашей помощью. Мы постоянно увлажняли поверхность роговицы с помощью препаратов с гиалуроновой кислотой. Мы применяли адекватную антибиотику терапии для того, чтобы профилактировать вторичное бактериальное обсеменение. И также мы совершенно спокойно дали сосудам прорасти в роговицу для того, чтобы она полностью восстановилась, для того, чтобы произошел этот эффект помпы от миофибробластов, и отек стромы полностью ушел, и глаз стал прозрачным. Видите, даже слезная пленка на поверхности этой роговицы полностью восстановлена. И она, и глазик спокойный, и пациент себя чувствует прекрасно. Поэтому, отвечая сразу же на вопрос, как убирается отек стромы и как быстро, это зависит от причины отека в первую очередь. Если отек связан, допустим, с тем, что какое-то время на роговице не было эпителия, потом все заросло, но отек сохранился, нужно просто дать время. Приблизительно 1-2 недели, и отек полностью уходит. Если же причиной отека явился какой-либо другой фактор, например, эндотелиальная недостаточность, или же глаукома, из-за чего разрушился задний эндотелий, задний эпителий, то в таком случае отек может вообще не уйти из стромы органицы, потому что причина у нас не будет убрана. Если вы уберете причину появления отека стромы, то через какое-то время она придет снова в свой баланс, станет такой же прозрачной, и пациент будет здоров. Поэтому обязательно помните о том, как заживает роговица, о том, что сосуды в роговице, это зачастую неплохо. И важно помнить все структуры роговицы для того, чтобы понимать весь физиологический процесс, который в ней происходит, и смочь объяснить и себе, и владельцам, как у нас будет проходить процесс заживления, и таким образом вы сможете и контролировать полностью данное состояние, и плюс находиться в спокое и уверенности, что вы честны перед собой и перед владельцами, что вы делаете все правильно. Итак, пожалуйста, какие есть вопросы по поводу данной лекции по клинической анатомии роговицы? Я надеюсь, что все было понятно, и если какие-то вопросы сейчас возникнут, я обязательно на них отвечу. Это была наша первая лекция, я боюсь, что было немножко сумбурно, поэтому пишите в чат, если остались какие-то вопросы или какой-нибудь отзыв, чтобы я понимала, что все нормально. Если нужно со мной связаться, вы также можете это сделать, все данные указаны на слайде. Ну и повторюсь, что, конечно же, мы будем с вами общаться на будущих лекциях, и будем периодически возвращаться к структурам роговицы, будем повторять какие-то нюансы, или я буду вам также выдавать какие-то новые данные, которые мы здесь не упомянули, и, соответственно, я думаю, что это все по полочкам, к концу курса у вас разложится в голове, и у вас вообще не будет никаких проблем в дальнейшем с вашими офтальмологическими пациентами, которые имеют патологию роговицы. Пока люди тут вижу, пишут, вот у меня есть ассистент, который мне помогал, но иногда мешал вести лекцию, и поэтому я иногда на него отвлекалась. Ну, я все-таки не отвлекалась, но приходилось его отпихивать, этот экран, потому что он очень хотел сломать мне компьютер. Отлично! Я очень рада, что все доступно. Большое спасибо! Если вдруг вопросы появятся, обязательно пишите, и сегодня я также вышлю контрольную работу по анатомии роговицы, и буду ждать ваших ответов на проверку, поэтому готовьтесь, повторяйте, и жду вашей обратной связи. Всем огромное спасибо, всем супер дня, и до скорой встречи, до следующего понедельника! Субтитры сделал DimaTorzok